В 1996 году были выборы президента Российской Федерации. На тот момент действующим президентом Российской Федерации был Борис Николаевич Ельцин. Возможно, помните такого нашего президента, который любил немножечко опрокинуть заворотник, потанцевать, который раздарил страну, был такой неординарной личностью от политики, назовем это так. И вот в 1996 году его рейтинг составлял примерно от 3 до 6%, но он пошел на выборы. Как с такими цифрами можно идти на выборы? Все просто, потому что олигархи, которые тогда были у деньгах и достаточно близко взаимодействовали с властью, им было выгодно, чтобы Борис Николаевич остался у власти. А значит, что надо сделать? Надо профинансировать. И вот начинается кампания. И она необычная, это не просто раздача листовок, или газет, или радио, или телевидение. Нет, здесь намного глобальней. Что любит народ? Вот народ любит интересных людей, тех, которых немного, те, которые выделяются. Так пусть эти интересные люди и пропагандируют за президента. Выбери свободу! Тогда был такой мерч, в нем ходили некоторые граждане Российской Федерации. И вот под выбери свободу музыканты, список которых вы видите сейчас у себя на экране, ездили с концертами во имя Бориса Николаевича. Мы не просто будем петь песни, мы еще будем говорить, какой наш президент классный, что нужно его выбрать на второй срок. И Борис Николаевича выбрали на второй срок. История все помнит, мы этого не изменим. И вот наступил 22-й год, а именно 24 февраля, объявление о специальной военной операции. И артисты из этого списка убежали из страны и начали поливать свою страну грязью. Предатели и лицемеры. По-другому назвать их никак нельзя. А теперь я конкретизирую, почему же именно предатели и лицемеры, чтобы не быть голословным. С 1994 года по 1996 год, это как пример, была Первая Чеченская война. Эта война была во время правления Бориса Николаевича Ельцина. И вот в 1996 году Борис Николаевич идет на выборы. И артисты, которые сейчас не поддерживают действующую власть, они почему-то поддерживают действующую власть в тот момент. Потому что им платят. Просто потому что им платят. И всю их карьеру государство им платило, позволяло зарабатывать деньги. Начиная с квартирников, где они собирались и не платили никаких налогов. Потом выступали в депо, в залах, в концертных залах страны, им предоставляли площадки. И они зарабатывали тем самым деньги, зарабатывали аудиторию, получали награды от государства. Потом вот 1996 год, вот вам вся страна, выступаете. Правда скажите, что президент классный, но выступаете. Получите деньги за это тоже. Если кто-то будет говорить, что ему не платили, но на тебя посмотрели люди. Это значит увеличение твоей аудитории, а значит увеличение твоего чека в будущем. Тебе в любом случае заплатили. И вот эти люди, которых государство поддерживало, платило, в 22 году не получили предложений, приглашений от государства. При этом учуяли, что есть достаточно прибыльное левое либеральное крыло, которое им будет платить деньги тоже. Все равно будет платить деньги. И новое поколение, которое слушает их вот эту борьбу против, оно все равно будет покупать их в iTunes, в iCloud, в YouTube Music. И где бы они ни были, они будут слушать их песни, ходить на их концерты. И вот они сваливают. И как вы можете продолжать слушать их умозаключения? Я не говорю про музыку, я не говорю про их деятельность. Они умеют играть на гитаре, на клавишах, они умеют написать красивые стихи, правильно их преподнести, найти правильного режиссера, оператора, монтажера, чтобы сделать из этого клип, световиков, чтобы хорошо оформить концерт. Они могут это сделать. Они действительно талантливые люди и в чем-то намного талантливее среднестатистического их зрителя. Но это их продукт, а есть их мнение. И за их мнением почему-то идут люди. Слепо следуют. Но ведь вот вам события того же самого 96-го года, которые были не так давно. Не так давно. Но на это мы не обращаем внимания. Мы обращаем внимание на то, что ну это же Андрей Макаревич. Он же выступает перед сотнями тысяч зрителей. Он же стихи пишет, на гитаре играет. Знаете, у каждого, я думаю, из нас был друг, знакомый, приятель, который умел играть на гитаре или на фортепиано, может быть на барабанах. Который мог написать стихи. Но только он не выступает на такие залы, потому что он родился в бедной семье. В рамках своей учебы он посвящал все свое время учебе и подработке. Когда учебу закончил, бросил подработку и пошел на постоянную работу. Его игра на музыкальных инструментах и написание стихов осталась как хобби. А возможно даже было закопано. Потому что надо жить, надо выживать. Надо родственникам помогать. Надо себя как-то приподнимать. Надо квартиру купить. Надо мебель купить. Нет времени до квартирников. Нет времени на это. Ваш этот знакомый, друг, приятель, он же не Макаревич, он же не Гребенщиков, он же не Алл Борисовна. У него же не было возможности поступить в самый престижный вуз страны. У него не было времени собрать квартирники. Он не мог не учиться и не подрабатывать. Они могли. Сейчас без каких-то личностей. Но большая часть этих людей могли и могут. Так а что же вы их слушаете-то? Почему вы своего друга не послушаете, у которого при этом есть бэкграунд? Он не просто 18 лет озарился, написал песню. И зафиксировавшись на том опыте, теперь вот он 30-40 лет выступает на сцене. Нет, у него есть опыт тяжелой учебы, работы, жизни. Он, возможно, намного интереснее и глубже, чем эти люди. Написать стих или научиться играть на гитаре особо в ума не надо. Да, должен быть небольшой все-таки талант. Не без этого. Но это не значит, что все этот человек безоговорочно прав. Давайте еще знаете о чем поговорим? О проституции. Вот вы, например, бывали у проститутки, чтобы, купив услуги, послушать ее мировоззрение, ее жизненный выбор взять, а потом на себя его примерить и жить таким же образом. Ведь она так хорошо с вами потрахалась. Вы еще и деньги заплатили. Ну вот то же самое же. Нет? Я считаю, что да. И вот это вот предательство и лицемерие, самое, что противное в нем, так оно все на показ. Мы на показ ездим с концертами, пропагандируя власть, а сейчас мы от этого, от всего отказываемся. Просто покупка, продажа мнения. Как можно следовать за человеком, у которого так легко купить его мнение? Зарабатывать деньги, это, конечно, хорошо. Это важно, это нужно. Деньги позволяют быть нам в комфорте. Они дают нам свободу. Они дают нам счастье, радость. Деньги дают нам все. И нужен опыт, нужно умение зарабатывать деньги. И классно, когда ты зарабатываешь много денег. Но когда у тебя нет при этом твоего мнения, ну, соответственно, ты просто механизм, который зарабатывает деньги. А как можно довериться, верить и слушать механизм? Вам советуют ваши часы, что ли? Или ваш смартфон вам что-то советует? Ваша микроволновка говорит вам, как жить? Думаю, нет. На этом я свою исповедь совершаю. Надеюсь, кого-то из вас я заставлю задуматься. Нет так нет. Самое главное, что мы сейчас живем в очень интересное время. 22-й год показал, кто на каком развитии остановился. Очень много зафиксировались в инфантильном возрасте 12-летних подростков. Кто-то сразу перепрыгнул в старческий маразм. Не много людей остались здравомыслящих, умеющих взвешивать, анализировать и рационально на все смотреть. К сожалению, я своими речами пытаюсь все-таки достучаться до вашего рационализма. И чтобы вы как-то более критично, что ли, смотрели на мир. Не творили себе тех же самых кумиров, которые вот так вот просто с вами обходятся. Так плюют на вас. А вы просто слепо продолжаете идти за ними. Вообще, несмотря ни на что. Ну, они же артисты. Они же не политики. Это просто их мнение. Вот именно, это их политическое мнение. Это не их песня. Это то, что они вливают помимо своих песен тебе в голову. И в один момент они вливают тебе, что власть это хорошо. В другой момент они вливают, что это плохо. Просто когда-то платят, а когда-то не платят. Слушай проституток, они все-таки честнее. На этом все. С вами был Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете. И главное, помните, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok